Поленос – это классика аллергического воспаления, говорят специалисты. Первый тип аллергической реакции немедленного реагирования. На нем учат всех аллергологов. По сути, поленос – непереносимость пыльцы. Первый симптом аллергики начинают чувствовать, как правило, в апреле. Иногда обострение длятся не 4 недели в апреле и мае. Порой аллергики мучаются по полгода. Вино этому – реакции на споры грибов, которые образуются в феврале-марте. Луговые травы, цветущие во второй половине лета. Сорные травы, которые могут пылить до середины октября. Это очень разноплановая клиника. То есть вот самая легкая и часто встречаемая – это риноконнициальная форма. Отек, зуд, слезостечение из глаз. Явления ринита, причем такие. Они могут быть как резкий отек, который не дает человеку дышать носом, ночной храп, головные боли, выматывающие, так называемые сопельщики. И есть дети, которые их называют чихальщиками. Картина острого аллергического воспаления. То есть он может чихнуть 15, 25, 40 раз подряд. Самое серьезное следствие полиноза – формирование бронхоспазма, когда носоглотка не выдерживает обороны перед пыльцой. Чтобы не пустить врага, легкие сужаются и развивается приступ бронхиальной астмы. Другие аллергены можно убрать. А вот над пыльцой мы не властны. Весной и летом она везде. Готовиться к сезону цветения надо заранее. Очень многие дети у меня стали готовиться к майскому сезону цветения полиноза с февраля. Те, кто игнорирует эти вещи, то есть не готовит заранее, они сразу получают заряд аллергена в лицо и дальше как выдерживает организм. Мы можем остаться в легкой форме и мы можем потяжелеть. Здесь никогда ничего нельзя сказать. Время работает на нас. То есть как бы очень тяжелый манифест у детей младшего возраста и более легко у подростков. В апреле и мае цветут шесть деревьев. Реакции вызывают лещина, ольха, клен и ясень. Но самая высокая реактивность идет на березу. Она может пылить на 20 километров. В старой части города пыльцы больше, но и новому району достается. Однако есть интересная деталь. В городе аллергия переносится тяжелее. Выхлопные газы вносят свою лепту. А вот уезжая в деревню, которая стоит в березовом лесу, дети, как правило, чувствуют себя лучше. Если вы сможете выехать за зону нет, придерживайтесь простых правил. После прогулки умойте ребенка. На улице надевайте на него маску и солнцезащитные очки, обрабатывайте слизистую носа, пользуйтесь очистителем и увлажнителем воздуха. И не забывайте про антигистаминные препараты.